Стартовой точкой программы визита первого зампреда правительства Подмосковья Ольги Забраловой стал Центр управления регионом, куда поступают обращения жителей. Именно здесь выявляются наиболее острые проблемы округа. Мы единственные в Подмосковье, кто создал отдельную структуру, то есть это не в штате каких-то подразделений, у нас отдельно выделенный ЦУР, где сидят по каждому профилю специалисты. Сейчас мы их на момент совещания переместили в соседние помещения, но они находятся здесь практически в круглосуточном режиме. Маршрут инспекции по так называемым болевым точкам. На вокзальной идет остро необходимый ямочный ремонт, а микрорайон «Гусарская баллада» пострадал от подтоплений во время сильных ливней. Безусловно, коснулись тех тем резонансных последних двух недель. Это подтопление и те территории, которые оказались в самом эпицентре. Это и Звенигород, микрорайон «Восточный», и частный сектор в Папушево, и в Горках десятых, это и «Гусарская баллада». В Горках десятых проверили организацию вывоза мусора с незаконной свалки, а следующий пункт – уникальный образовательный кластер, на территории которого расположены детский сад и школа. Ольга Забралова осмотрела пищеблог и учебные классы центра «Точка роста», созданного в рамках проекта «Современная школа». Уже есть победитель на муниципальном этапе робототехника. То есть, как бы, точка роста на действии. Инспекция продолжилась на территории поликлиники номер один. Новый современный корпус уже начал свою работу. А заключительной точкой стал Звенигородский карьер возле спортивного комплекса «Звезда». Поставили охрану, установили барьерное ограждение. Теперь доступ техники сюда ограничен. Никто не привозит на этот бывший карьер ни грунт, ни строительный мусор. Полностью работы остановлены. И пока мы с жителями не проведем публичное обсуждение того, что здесь хотели бы видеть наши Звенигородцы, ничего происходить не будет. Что с этим местом будет дальше, решат вместе с жителями. Как только будут сняты ограничения, подытожил Андрей Иванов. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».